Спонсор показа Глеб Монгольский. Юмор, скетчи и прочее. Всё это есть на его канале. Ссылочка будет в описании. Короче, привет! С вами Бетарт671, поэт, философ и музыкант. И я, короче, недавно посмотрел трейлер фильма «Бэтмен против Супермена». Если честно, я проиграл прям в голосину. Знаете почему? Потому что я не понимаю, как самый терпильный персонаж Бэтмен может вообще кого-то замочить. Если вспомнить последнюю часть, где он сражался с Бэйном, это был такой фейл. Я смотрел, когда этот фильм, я не мог понять, что же там происходит, почему Кристиан Бэйл весь фильм согласился лежать в какой-то яме и ныть о том, что «Я не могу быть Бэтменом, я устал, у меня нет сил». По-моему, это самая зашкварная роль, и теперь его персонаж ассоциируется с нытиком и терпилой. Не только персонаж, но и сам актёр. Это поняли, кстати, и сами режиссёры, потому что в новый фильм они взяли Бэна Аффлека, потому что он снимался в 98-м тоже в комиксе, в фильме-комиксе, который назывался и называется «Сорви голова». Там он всех мочил, несмотря на то, что он играл слепого. А кого может замочить Кристиан Бэйл? Никого. Он опять будет лежать в яме и рыдать о том, что «Супермен прилетел, мою славу забрал, что делать?» Но всё равно это выглядит глупо. Грубо говоря, против суперчеловека пошёл какой-то смертный, который одел на себя пластиковый костюм и подключил ужасающий Voice Morpher. «Скажи, Супермен, из тебя течёт кровь, значит будет». И это выглядит так, как будто Бэтмен просто пытается испугать Супермена, чтобы тот улетел с планеты, там куда-нибудь на Луну или на Марс и больше не возвращался. Типа, давайте-ка мы возьмём его на понт, и он сам улетит. Тут уже понятно, что Бэтмен огребает, хотя DC Comics в принципе могут сделать так, что Супермен огребёт, да, почему? Чтобы лишний раз не опускать уже опущенного Бэтмена. Потому что сами подумайте, как люди будут покупать комиксы с опущенным персонажем? И как DC Comics будет продавать статуэтки и Бэтмобили, если персонаж зашкварен? Представьте, мамаша приносит журнал своему сыну, он открывает, смотрит, а там Бэтмен. И думает, мать, что ты мне принесла, он же опущенный. Давай мне Супермена. Если честно, почему-то в DC Comics все персонажи положительные почему-то какие-то очень слабые. Хотя у них есть суперспособности, но сами по себе они вообще хилики. Например, Супермен, который был в сериале Тайны Смолвеля. Он даже боялся заниматься любовью со своей девушкой, как её Лана Лэнг, что ли, была у неё какая-то, да? Потому что он говорил, я боюсь, что причиню тебе боль. Намекал, что его суперсемя пробьёт её насквозь, или он уляжется на неё, да, и у неё череп лопнет, или что-нибудь такое случится. В итоге она не выдержала, ушла к его злейшему врагу Лексу Лютеру. Ну, в общем-то, Супермен в этом фильме супер-омега со сверхспособностями. Касаемо фильма Супермен против Бэтмена, в принципе, я его не жду, но гляну его чисто на эти для галочки, узнать, что там будет интересно. Может, действительно, Бэтмен станет уже нормальным персонажем, может быть, он станет помощнее, посильнее, и там будет побольше экшена, а не рыдание и драма какая-то, потому что драма это для девочек. Если бы я хотел посмотреть драму, то я так бы и написал в поисковике «Сериал Клон смотреть», но от фильмов по комиксам, мне кажется, большинство ожидают экшена. В общем-то, всё, с вами был Бэтарт671, поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание, пока!